Конкурс «Человек года» уже является традицией нашего города. Как правило, в марте подводятся его итоги. Очередной список людей, чьи заслуги в 2014-м признала общественность, огласили в администрации округа на аппаратном совещании. Это те люди, которые добились на взгляд тех организаций, которые представили свои предложения. Эти предложения были осмотрены на комиссии и были согласованы. И сейчас мы начнем процедуру награждения вручения дипломов победителям и лауреатным гороскопам в следующем году. В семи номинациях выбрали победителей и лауреатов. Первыми дипломы получили победители. В номинации «Промышленность» наградили генерального директора «Логоцентр» Колесникова Андрея. В сфере жилищно-коммунального хозяйства отметили индивидуального предпринимателя Владимира Корица. Директор школы номер 48 Любовь Апостолова стала лучшей в номинации «Образование». А вот среди работников культуры выделили Татьяну Саблину, директора Дома культуры имени Кирова. В социальной сфере отметили заслуги начальника пункта временного размещения Ирины Мишиной. А в номинации «Средства массовой информации» награду удостоилась Екатерина Клейн, главный редактор нашего телеканала. Один из самых подвинутых каналов, который работает на опережение, который всегда в прямом эфире. Мы не в прямом эфире сейчас? Нет. Надо поработать. У нас прямой эфир – это на протяжении нескольких последних лет День города проводится в прямом эфире. И День Победы, Парад Победы тоже будет проводиться в этом году в прямом эфире, за что большое спасибо. В этом году будет пять лет, как телеканал НСИТ-ТВ работает в городе. И за это время это, пожалуй, самая большая для нас, для нашего коллектива награда. И хочется отметить, что на самом деле это не моя личная победа, это победа всего нашего коллектива и всей компании. Потому что даже если взять любой проект по прямому эфиру, он бы не состоялся, ни один бы прямой эфир бы не состоялся, если бы не наши специалисты из других отделов. Поэтому я благодарна всем. Я выражаю большую благодарность за высокую оценку меня, всего нашего коллектива, благодарю администрацию города, собрание депутатов, главу Вячеслава Викторовича Истомина. Мы и дальше будем продолжать освещать все городские события, организовать прямые эфиры, телетрансляции будем какие-то делать. Потому что нам нравится наша работа, и мы хотим работать для нашего города, для наших жителей. Заслуженные награды получили в этот день и все лауреаты конкурса «Человек года». Среди них врачи, спортсмены, общественные деятели, директора и представители рабочих специальностей. Лучшие из лучших отмечены дипломами и премиями.